мир не стоит на месте применение пестицидов также не стоит на месте и пестициды и их формуляции все более активные снижаются дозировки на гектар но вот внедрение в пестициды адъювантов дело их более активными масла которые входят в состав некоторых препаратов также влияет на эффективность непосредственно в поле но эти продукты более эффективнее они также сложнее вымываются поэтому простая стратегия налил полный бак опрыскивателя водой там добавил какое-то коммерческое моющее средство и просто смыл там и повторил эту операцию еще раз не подходит потому что препараты повторюсь они более активны более агрессивны и промыть каждую щель в рабочем агрегате в опрыскивателе крайне крайне сложно поэтому агроному следует выбирать четкую стратегию первое это понимать какая у нас степень загрязнения опрыскивателя знать его историю что там применялось на новый у меня опрыскиватели или старый и собственно про стратегии есть стратегия разбавления водой это когда мы берем большое количество воды и много раз промываем один раз бака опрыскивали 2 3 по сути говоря это вот когда ребенок много сахара насыпает в кружку на добавляя чай он не всегда размешивая до конца и порой можно после него еще раз чая добавить и это же будет сладкий у тебя так вот вот это процесс разбавления когда ты большим объемом вымываешь вымываешь и это требует больших усилий большого объема воды большого времени что крайне не любит агроном поэтому второе на направлении это применять более дорогие щелочные но более гораздо более эффективные моющие специальные вспомогательные средства которые раздал растворяют происходит процесс вот этого из солюбилизации растворения грубо говоря вот эти закаменелые такие старые остатки они дробятся благодаря вот этой сильно щелочной основе в нашем профиле кстати таким таким продуктом является омега он растворяет вот эти каменелости вот эти остатки буквально превращая их практически в переводя в рабочий раствор такой который нужно просто удалить и там применение больших объемов воды не нужно вот с такими с такого типа моющих средств для опрыскивали достаточно условно там десяти процентов от объема бака и выполнить такую операцию а потом два раза опять же сполоснуть не набирая полный бак это будет гораздо эффективнее используя вот подобные вспомогательные средства моющие будет гораздо эффективнее есть третий способ он самый эффективный когда вот такое вспомогательное средство чистящие средства для опрыскивателя она еще и инактивирует помимо того что она растворила действующее вещество вот этого остатков у нас перешло в воду его еще нужно инактивировать чтобы она не воздействовала уже ни на какие культур то есть грубо говоря когда я говорил про деактивацию действующие вещества путем соединения с солями кальцием аглия либо изменением ph вот в данном случае особые формуляции вот такая как у нас в омеге он еще и деактивирует действующее вещество которое могло остаться поэтому три способа промывки разбавления но водой если у нас нет вас жестких таких если вся опрыскиватель новые да или мы использовали только удобрения если у нас есть средние застарелости там их достаточно просто грубо говоря раздробить мы делаем какой-то вот такое савель салюбилизирующие свойства какие-то да вот такое растворение и инактивация это самая сильная самая надежная которая применяется в мойке опрыскиватели вот вот три основных базовых направлений да действительно если нерадивый агроном захочет подкислить рабочий раствор с целью того что повысить нему ему необходимо работу пестицидов да и он знает что паш ему нужен низкий применить просто как пример лимонную кислоту недостаточно мы выполним только одну функцию в жесткой воде и не соблюдая дозировки лимонной кислоты а ее к сожалению придется в течение сезона несколько раз рассчитывать потому что изменение температуры изменение какого-то там грунтового тока воды приведет к изменению насыщенности вот этими ионами кальция магии так далее поэтому все время придется мониторить общую минерализацию и неграмотное добавление лимонной кислоты может вызвать либо сильное образование цитратов иными словами песка выпадает такой песок либо средняя либо слабая но в любом случае когда у нас есть значительные объемы где используется наш опрыскиватель да и у нас он практически не выключается то вот даже незначительное количество песка приведет к выходу из строя вот этих вот форсунок они порой очень-очень-очень недешевые